Безопасность на дорогах зависит от многих факторов. Так, в Иркутске ремонт создал целый ряд транспортных проблем возле одного из медучреждений и жилого комплекса. Там проходит масштабная реконструкция канализации. Новые трубы положили прямо на парковку перед детской стоматологической поликлиникой. Все подробности в сюжете Олега Федорова. Я иду, шагаю по трубе. Этот лейтмотив сейчас крутится у каждого, кому приходится оказываться на улице Верхняя Набережная в Иркутске. Несколько недель назад возле этого жилого комплекса стартовали работы по реконструкции трубопровода. А любой ремонт – это испытание для жильцов домов. Каждое утро люди квест проходят, самое натуральное, перепрыгивают через эти трубы. Они две недели вообще валялись, никто не подходил даже к ним. То роют яму, то зарывают, то воду какую-то льют. Все так постоянно очень неудобно. Неудобно не только местным жителям. Пластиковые трубы черным ремнем опоясали парковку городской детской стоматологической поликлиники. Они заняли все это место для стоянки автомобилей. А медучреждения ежедневно посещают сотни ребят с родителями. Приходится приезжать заранее, чтобы где-то оставить машину. Но и это не всегда помогает. Маленько опоздала на минут 15. Мы же пораньше приехали. Пришлось развернуться и в другую сторону ехать, не как обычно. Большая площадь парковки занимается. В основном все детки с родителями на машинах. Бывает из-за этого сокращается время приема, потому что они опаздывают к нам. Ну и работники тоже в основном все на машинах. А вы вот как лично сами справляетесь? Я успеваю занять место. Еще одна проблема из-за ремонта. Место остановки общественного транспорта теперь в тени строительного забора. Шоферам 12 маршрута теперь приходится разворачиваться и отъезжать от остановки, по сути, из слепой зоны. Такому же риску подвержены и их пассажиры. Неудобно, потому что, получается, до остановки там вообще не обойти. То есть люди выходят с остановки, обходят вот так вот все трубы и приходят к нам. Но пока сухо можно, а когда дождь был, очень грязно. Ну какой бы мостик бы хотя бы сделали для них. Работы по реконструкции трубопровода выполняет подрядчик мэрии. Безусловно, они необходимы. Район постоянно разрастается, старая канализация уже не справляется. Согласно паспорту объекта, ремонт завершится только к декабрю этого года. Но важно обеспечить необходимый удобный подход к домам и учреждениям, а также безопасный проезд. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в мэрию. Там нам ответили, что это забота подрядчика. Видимо, людям придется напрямую связываться с компанией. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.